Боже мой, да будут они, как пыль в вихре, как солома перед ветром, как огонь сжигает лес и как пламя опаляет горы, так погони их бурю твою и вихрем твоею приведи их смятение. Исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя твое, Господи, да постыдятся и сметутся навеки, да посрамятся и погибнут, и да познаешь, что ты, которого одного имя, Господь, Всевышний над всей землею. 83-й Псалом. Как вожделено жилище твоей, Господи, сил, истомилась душа моя, желая во дворы Господней, сердце мое и плоть мое восторгается к Богу живому, и птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить кинцов твоих, у алтарей твоих, Господи, сил, Царь мой и Бог мой. Блаженны, живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя. Блажен человек, у которого сила в тебе, и у которого сердце стези направлено к тебе. Проходя долины плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывают ее благословением. Приходят от силы в силу, являются перед Богом на сегодня. Господи, Божий сил, услышь молитву мою, в нем ли, Боже, и яков ли. Божий защитник наш, примитни и призрай на лицо помазанника твоего, ибо один день во дворах твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порогов в доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия. Ибо Господь Бог весь солнце ищет. Господь дает благодать и славу. Ходящих непорочности Он не лишает благ. Господи, сил, блажен человек, уповающий на тебя. Восемьдесят четвертый Псалом Господи, Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Якова, простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи его, отъял всю ярость Твою, отвратил лютость гнева Твоего. Восстанови нас, Божий, спасение нашего, и прекрати негодование Твое на нас. Неужели вечно будешь гневаться на нас, прострешь гнев Твой от рода в род? Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой возрадовался Тебе? Иви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое даруй нам. Послушай, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу Своему и избранным Своим, куда не впадут они снова в безрассудство. Так близко к боящимся Его, спасение Его, чтобы обитала слава в земле нашей. Милость и истина светятся, правда и мир облабызаются. Истина возникнет из земли, и правда проникнет с небес. И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Правда пойдет перед Ним и поставит на путь стопы свои. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной во веки веков. Аминь. Много милостивы и с милостью, Боже мой, Господь Иисус Христос, во великой любви, Ты сошел и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, молю Тебя, спаси меня по благодати. Если бы Ты за дела спас меня, это не было бы благодатью и даром, но скорее долго. Истинно так, богатое сострадание не изречено в милости, ибо Ты сказал, о Христос мой, верующий в меня будет жить и не увидит смерти вовеки. Если же вера в Тебя спасает потерявших надежду, то вот я верую. Спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Да вмеется же мне вера вместо дел, Боже мой, ибо не найдешься никаких дел, оправдывающих меня. Но вместо всех дел, да будет довольно верой моей, пусть он отвечает, пусть он оправдает меня, пусть он осознавел от меня участником славы Твоей Вечной. Да не похитит же меня сатана, и да не похвалится тем, что уторг мне Твоей Слово Божие в руки и защиты. Но хочу ли, или не хочу, спаси меня, Христос Спаситель мой, скорее приди ко мне на помощь, поспеши, я погибаю. Ты, Бог мой, очарил матери моей, подоби меня, Господи, ныне возлюбить Тебя, как я возлюбил некогда тот самый грех, и вновь послужить Тебе, без ленности, как я прежде работал на святом областителя. Буду же прежде всего служить Тебе, Господу и Богу моему, Иисусу Христу, во все дни жизни моей, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, поставь мне блестимую бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного, и не отступи от меня за неудерженность мою, не дай возможность злому демону починить меня все посредства этого смертного тела, возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, хранитель и покровитель, бедный мой души и тело, прости мне все, чем я скорбил Тебе во все дни моей жизни. Если я чем-то грешил в прошедшую ночь, зачти меня настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не принять Бога никаким грехом, и молись за меня, как Господа, чтобы Он утвердил у меня страхи своем и садил меня рабом, достойно своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица Моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами отгоня от меня ничтожного несчастного раба Твоего умнее, забвения, неразумия, нерадения, весескверные, лукавые и худные помышления от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего. И погаси пламя страстей моих, ибо нищ и слаб. Избавь меня от многих любительных воспоминаний и намерений и освободи от всех злого воздействия, ибо Ты благосценен от всех родов, и Твое пречисное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатия, Владимир, Николай, Надежда, ибо мы сердно к Вам прибегаем в скором помощникам и молитвникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, обраду на море с Тобою. Благословена Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яка родилась и Христа спасая. Баби Тебя душа наша. Непобедимая божественная сила, счастливая Животворящего Христа Господя, не оставь нас грешен, уповающих на Тягу. Спасибо, Господи, люди Твоя, и благослови достояния Твое, и победа на сопротивное дару, и Твое сохраняй Крестом, Твоим жительством. Спасибо, Господи, помилы от самого духовного родителей, сродников, благодетелей, митрополитов, Марка, Николая, Агафангела, Тихона, Антония, Ищеннырия и Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Вадима, Захима, Максима, Андрея, Игребу не дай погибнуть, Диаконов, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Митрополита, Сергия, Патриарха, Кирилла, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, Митрополита, Тихона, Илариона, и весь священник, Чискино, Чискичин, и вышли из них служители, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам, иудистам, и нам дальше священника, рожденного свыше, который благовестник, и место для занятий, смели власть и воин своих, устраши их, и через них сотвори благое церковь твою, умудри их издавать и исполнять добрые законы, добудали достойно жить людям, чтобы было из чего уделять нуждающимся, и сохранить их от покушения на них, преобразовывая сердца в духовное, коснись их, Владимира Михаила Жозепа Рамзана, Владимира Александра Эрдогена и Амана, и даруй мир Израилю, Россию, Украине, Сирии, Белоруссии, Карабаху, Казахстану, Канаде, где смуты и мятежи, этих смутянов Алексея, и укроти, Господи, покажи им ту бездну, куда не завлекая людей этим митингами, несогласиями, ничего, даже не обещая, кроме погибели человеческой. Помилуй нас, Боже, помилуй нас, слава тебе, Господи, за тихую мирную мощь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться и умножить таланты, которые ты даровал нам, и пошли нам добрых помощников, наставников, советников, да будет благословен этот день, которого никогда не было во Вселенной, и мы совершенно не знаем, что нас ожидает в нем. Мужчина, во всем доверяться тебе, Христе Божий, твоей заботе, твоему промыслу о нас, ибо слово Твое донесло до нас слова Твои. Ты сказал рожденным свыше, Вадимым Духом Святым, исполняющим с радостью святые Твои заповеди и назвал их избранными и святыми. Боже, помоги нам жизнью свою оправдать эти дивные названия и вечности быть с Тобой в раю. Слава Тебе, Христе Божий наш, защити наши жилища, селения от пожара, воров, нечистой силы, благослови живущие здесь. Андрея, Игоря, Игорь, Владимиру дай веру, благослови Людмилу, Владимира, Любовь, Алексея, Иосифа и нас предстоящих и приезжающих. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, благослови Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алексину, Александра, Александра, Сергея, Сергея. И от тяжкого недуга пьянства избавил Павла, Михаила, Андрея Владимировна. И потерян мой Александр, Господи, найди его пожить, где он. Блуждающих Алексея и Сергея остановили. Вы не обманывали людей? Убеждая их за деньги, произносите их имя где-то. Что это? Это приблизительно Богу. Все это обман. Господь ищет рожденных свыше, получивших благодать молитвы. Слава тебе, Христе Божий наш. Слава тебе. Обрати все наше родство. Идоки, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Возли на угрозы врагов. Знаете, потоки лжи изливаемых имя. Земля-то поглотит все, что они зарегают. Да не достигнут сердец и ушей людей, которых они стараются отвратить от истины. И что, Евгений, помяни их безумие, ибо не знают, что худо творят. И благослови благодетели наших, воздаем добром, Елену, Елену, обрати Евгения, Наталью, Надежду, Юрию, Эдуардовну. Мы просили помочь Господи нам издать трехтомник Нового Завета с толкованием Благословного Тепелакта, проповедь, стихах, и мы получили желаемое. Боже, сколько радости и ответов мы получаем каждый день. Это милосердие Твое. Не нам, не нам на имя Твоему дай славу. Хвала Тебе, Христе Боже наш. Помоги нам переиздать книгу к истинному православию. Почти необходимое средство. Мы немощны, мы надеемся на милость Твою. Все богатство у Тебя, Ты Бог наш. Слава Тебе. Простите, Господи, болящих, дай силу безропот и перенести страдания. Кирилла, Алексея, Сергея, Антония, Геннадия, Надежду, Людмилу, Любовь, Виктора, Иоанна, Неанилу, Александру. Благодарю Тебя, Господи, за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни. По Твоему благоволению все это может оказаться спасителем для нашей бессмертной души. Слава Тебе, Христе, Боже наш. Уполняй, Господи, в обительных небесных усопших, отец и братьях наших, родителей, сродников, благодетелей всех православных христиан. Нет человека на земле, который желание согрешил бы. Прости им всякое согрешение, вольное и невольное. И душам нашим полезное сотвори. Мы благодарим Тебя за эти жилища, где мы находимся, скрываясь от непогоды. За храмы, в которых мы молимся, объединяясь в молитве Тебе и проставление Тебя. Воздаем вечность этим устроителям. Мы вошли в свой труд. Слава Тебе, Христе, Боже наш. Богосей Михаила, Елену, Романа и Катерину. Устрои жилища дары им добрых людей. Первые христиане не имели ни одного храма на всей земле. Но ежедневно собирались по домам, расставляя тебя, чтобы и дома их стали храмом Бога Живого. Аллилуйя! Благослови путешествующих, Раису, Льва, Виктора, Галиму, Александра. В этой аварии Господь спас сестру Елену. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебя за великие и греченные Твои милости. Научи нас их видеть и постоянно помнить, проставляя Тебя. Аллилуйя! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебя наш Бог и Его, Авва, Отче. Свят, Свят, Свят Господь Самого. Вся земля полна. Слава Его. Аллилуйя! Слава Выше Богу на земле и мир человека благоден. Благодарю Тебя, Господи Божий, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий, за тот день, который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и каноны Церкви, как на истину. Аллилуйя! И вечности воздай милость Твоей всем, кто трудился с моей душой и возрастаниями в Тебе, Мария, Степана, Александра, Михаила и Ангел. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресвятая Дева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими, святыми, покроем, опором любви, от завицы, несчастивых от всего, что не славит Господа. Слава Тебе, Божий наш! Господи, вознай милостью всем, кто помог совершить нам миссионерские путешествия. И посеяна нами до нас обидные и долгосрочные плоды. Благослови Виктора, Николая, Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Надежду, Людмилу, Сергея, Наума, Валентину, Самиру, Самире и Кимура до истинного Христову веру. Да бы не верили даже пророкам, но приняли Тебя как спасителя своего. Слава Тебе, Божий наш! Слава Тебе! Ангел Христов, Хранитель мой Святой Малибога, Амнигречен, Благодарю Тебя, мой добрый Ангел, Сколько лет Ты хранил и защищал меня от видимых и невидимых опасностей и повреждений, не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведя душу по моим царством страшного и непонятного, и ведя на веки вечное Царство Христа Бога нашего, Аллилуйя! Ян Креститель, претещая Христом Малибога, Анат Господи, научи нас жить и в бедности, имея пропитание, одежды, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным, и видеть и знать нуждающихся, и по мере сил помогать им. Слава Тебе, Христе Божий наш! Ветите, Христов Никола Нарвикинский, чудотворец образ кратности и воздержания, добрый архипастор, славец Михаил, моли Бога о нас и о нашей живности, через которую Господь облегчает наше пребывание на этой земле и недоли печали. Аллилуйя! Молите Бога на святые пророки Божии, и я, и я, и я, и я, и я, Моисей, Самуил Аарон, Иов Авер, Ной и Осип Патриархи, Ездраниен и Амос, Наум, Исаия и Иеремия, Варух и Зайкини, Осия и Аиль, Агей и Сафония, Захария и Малахия, Давид Нафан, Данил Отрок и пророк Михея, Авраам и Саакия, Аков, да исполнив Господь духом пророческим церков своим, дабы день прихода то наше отшествие не засталось не готовым, но чтобы выше на встречу Тебе Божьей горящими светильниками истинной веры и сосудами полными добрых дел, встаняло в Духе Святом и с любовью. Аллилуйя! Слава Тебе, Божий наш! Молите Бога на святые ангелы и архангелы, хирургимы, хирургимы, и небесные силы Христово Божие предстоящие, святые апостолы, Пётр и Павел, и он, иеристы, Матвей Марк, и рука, и Иоанн, да дарут Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога на святые мученики, Игнатий Бургоносец, Поликарус, Минский, Химсин, Философ, Касмай, Дамиян, Андрей, Стротилат, Иерон, Мученик, Кремент Римский, Кремент Анкирский, Анфимник, Медийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон, 40 святых Иосифа, Борис и Глеб, Полите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя антихриста ночевую или правую руку. Господи, благослови, изъятых из семьи отправили на военные поля. Благослови Никиту, Александра, Максима и всех, кто верует в Тебя, дару им истинное духовное рождение, что они там были как святильники на подсвечниках, как город на вершине горы, чтобы они постоянно помнили, кто ведет в плен, сам пойдет в плен, кто убивает мечом, сам погибет от меча в этом терпении веры святых и возврати их в мире неповрежденными, и чтобы там они молились и теряли связи с Тобой, Христе, Боже наш. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые мученики, о всех томящихся в тюрьмах, лагерях, психиатрических темницах. Это монаха Сергея, пощади Господи, благослава Вара, в разумии наставь это избрание из Твоих, желание прославить Тебя, хвала Тебя. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Бодосов, Ян Гортаус, Афанасий Великий, Крем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Карилий, Пасасерги, Радонский, Пантерский, Серапин, Сарокский, Ян Тобольский, Анкронштадтский, Аншанхайский, Кирилл, Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий Алтайский, Филарет, Иероним, Стридонский, Все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, Да укрепите, Сохранит нас Господь Святой к православной вере. А замысел Иритюкова сектантов, Разруши, Развей, Ничто преврати. Слава Тебе, Кресте Божий наш. Молите Бога о нас, Святые Женые Девы, Феха Первомученица, Патина Самаренина Феврония, Вера Надежды Рябова, Матерь София, Наталья Адриан, Варвара Екатерина Теркетуя, Татьяна Ирина, Ольга Елена Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Песила Акила, Андроник Июня, Киприяна Иустина, Да дарует Господь Женам и Девам послушание, Молчание, Соломудрие, Истеливость, И сохранить от всяческого Поругания и насилия. И благослови Виталия, Никиту, Николая, Дай им желание Трудиться в поте лица, Более всего, Заботьтесь о своей душе, А не мировых событиях, Которым счету нету. И многое нам не потребуется, Где мы тратим время драгоценное. Господи, Трими нашу молитву, Воздиание рук, Как жертву вечернюю, Благоухание, Приятное перед Прессовом Благодати Божией. И соедини наши молитвы С молитвой всех святых, Молящихся к Тебе На небе и на земле. Ты, Бог, Сотворивший этот мир И соблюдающий его, Хранящий его, Как зиждитель. Ты, Господь, Знающий все Прежде бытия. Услышу, Господи, Исполни молитву всех, Молящихся о нас Во благо нам, Любящий наш Отец Небесный. Ради голговских страданий И пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа За нас, грешных. Прими и исполни Наши молитвы О всех заповедавших Нам молиться о них. Спаси их, Господи, И помилуй. И мы взываем О незаповедавших. Коснись их сердец Благодатью Твоею. Дай им веру То, что примирение С Тобою, Божьей, Возможно только При этой жизни, Что за гробом Нет покаяния. Хвала Тебя, Слава Тебе, Честь и поклонение, Единосущная Нераздельная Троица, Отец, Сын И Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, Слушают и дослышат Рабы Твои, Голос Твой. Рабы Твои, Голос Твои, всем если у кого есть срочные вопросы можете задать но мы каждый раз об обещаем что утром у нас после поления еще чтение слова божия сейчас считается апокалипсис это поприще мы проходим благодаря наших сестрам хапилина валентина сергейная симатинка ольга николаевна они добровольно взяли на себя как обязанность вопросов нет дорогие сестры ваше время благослови господи на чтение священного писания с толкованием святых отцов и комментариями дарую разумеет написано исполнить волю твою во славу имени твоего святаго откровение и она богослова 11 глава 3 4 стих продолжение из 480 страницы нового издания так что в вопросе об истинной религии участвовать могут фактически только три ветви монотеизма иудейство христианство мусульманство между этими верами выбирал свое время святой князь владимир мусульманство есть порождение иудея христианского древа она возникает в аравии в седьмом веке от рождества христова 622 год начала мусульманской эры бегство магомета из мекки в медину основатель магомет умер в 632 году к тому же мусульманство несамобытная религия возникает на почве иудаизма христианство и христианских ересей зороастризма и различных арабских верований до этого у арабов также было идолопоклонство так что возникнув исторически мусульманство не может претендовать на изначальность не может оно и претендовать на универсальность объединили мол все ценно до них бывшие ибо вовсе не включила в себя высшие ценности христианство а религии же евреев никто не может сказать что она возникла в определенный момент истории сколько история знает евреев столько и известно что они содержат ветхозаветную веру во единого бога ягвы священная история повествует что эту веру принял от самого бога первый человек адам передает ее своему сыну сифу и так далее эта вера дошла до авраама аврааму дается знак завета с богом обрезание и от него производится богоизбранный еврейский народ избранничество еврейского народа даже вне писания доказывать излишним в этом можно легко удостовериться через сравнение истории этого народа со всеми другими при моисее на синае бог заключает свой завет с еврейским народом и утверждает ветхозаветную церковь с ее храмом священством законом и писанием эта церковь была среди всего человечества хранительницей религиозной истины и из еврейской церкви рождается христианская церковь так что христианство и иудейство единственно достойные соперники в вопросе обладание религиозной истины и иудейство считает христианство назарейской ересью сектой так ли это нет это доказывать с одной стороны это доказывается с одной стороны фактами бессименного рождения воскресения и вознесения Христа, а также бесчисленными фактами богоприсутствия в христианской церкви. С другой стороны, само иудейство уже не может претендовать на наименование церковью, ибо не имеет храма, священства и жертвы. Иудейство имеет не церковь, а всего лишь синагогу, школу. Христианство же представляет собой именно церковь с храмом, священством, а не просто школу. Если право иудейство, то не прав Ветхий Завет, говорящий о вечности церкви с ее учреждениями, ибо с 70-го года от Рождества Христова евреи их не имеют. Послание апостола Павла к евреям объясняет, каким образом Ветхозаветная церковь претворяется в Новозаветную, и учреждения Ветхозаветные перерастают в Новозаветные. Так возникает вопрос, неужели Ветхозаветная церковь могла заблудиться? Отвечаем, нет, ибо не может заблудиться церковь, основанная Богом. Церковь есть толп и утверждение истины. 1 Тимофею 3.15. Но, а, иудейство после 70-го года не представляет собой церкви, да и со времени Голгофы завеса в храме уже разодралась. С этого времени церковью является христианство. 2 Б. Иудейская синагога, хранящая учения Древней Ветхозаветной церкви, в кончину века обратится ко Христу и примет Его. Сердца отцов будут обращены к детям. Таким образом замыкаются концы. Сама синагога и докажет окончательно истину христианства, приняв Христа. Бог, начавший свое попечение над евреями с Авраама, победоносно завершит его над остатком Израиля, который спасется. Интересно отметить, что это обращение произойдет не через проповедь христиан из язычников, а через проповедь их же, высших пророков. Евреи ждут Илью перед пришествием Мессии. Они не приняли Иоанна Крестителя, пришедшего в духе Ильи. Что же Господь пришлет им самого Илью? Что же Господь пришлет им самого Илью? И Он обратит их в сердца ко Христу. И второе дело Ильи и Еноха – противодействие всем прелестям Антихриста и поддержка христиан в то страшное время. Это вторая цель их пришествия. Теперь рассмотрим, что конкретно говорится о деятельности этих пророков. Они обличены во вретище. Этим означает, что все тогда живущие достойны сетования и плача. Этим особенно означается проповедь пророков о покаянии, с которой они обратятся тогда к людям и в особенности к евреям. Облачение во вретище, как нам это напоминает пророков-пустынников, ветхозаветного Илью и Иоанна Предтечью, строгих аскетов и подвижников. Таким же будет и последнее пришествие Еноха и Ильи. Одиннадцатая глава, пятый стих. «И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту». Толкование и комментарии. Равносильное ранее предлагается и врачевание. «Ложным знамением Антихиста будут противостоять истинные знамения и чудеса этих двух пророков. Много враг потрудится против них, но немало не повредит им. Как некогда, по слову Ильи пророка, огонь с неба сходит для истребления воинов царя Ахозии, намеревавшийся схватить пророка, четвертое царство, первая глава с 9 по 15 стихи, так и эти пророки будут поражать огнем, пытающихся их обидеть». Это подобно тому, как пророк Илья не звел огонь с неба на горе кормил. Здесь мы видим, что пророки действуют как посланники Нового Завета, посланные, как овцы среди волков. Матфея 10.16. «В виде смиренным и уничиженным». Это говорит о том, что кончилось лето Господне благоприятное. Лука 4.19. «Сатана развязывается, день страшного суда наступает». С другой стороны, под огнем уст пророков можно разуметь их пламенную проповедь, подобную той, о которой было сказано пророку Иеремии. «Я сделаю слова мои в устах твоих огнем, а этот народ дровами, и этот огонь пожрет их». Иеремия 5.14. «Душа, отвергающая огонь этих слов, погибнет». Шестой стих. «Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю в одни пророчествования их, и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякою язвою, когда только захотят». Толкование и комментарии. «Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю в одни пророчествования их». Это подобно тому, как во дни царя Ахава за грех идолопоклонства израильтян Ильям молитвою помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на земле три года и шесть месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Иакова 5 глава 17 и 18 стиха. Такой же властью эти пророки в кончину века будут затворять небо, называя тем израильтян, наказывая тем израильтян и призывая к покаянию. Власть совершать эти последующие карающие чудеса они будут иметь в одни пророчествования их, то есть 1260 дней или три с половиной года. Как для проповеди Ноя было отмерено 120 лет бытие 6.3. И для проповеди Ионы 40 дней, Иона 3.4. Так этим двум пророкам для проповеди и совершения знамений дан конкретный промежуток времени. И имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякою язвою, когда только захотят. Этим эти два пророка уподобляются Моисею, превратившему воды египетские в кровь и поражавшему египетскую землю всякою язвою. Совершать такие чрезвычайные знамения они будут только в особых случаях, но при этом, когда только захотят. Они будут совершенно свободно владеть этим даром. Слава Тебе, Божий наш! Слава Тебе! Спасибо, Христос! Во славу Божью! С Богом! Я подхожу. Заглянем в рулетку. Храни Господь! Аллилуйя! Аминь! Благословенного всем дня! Аминь! Спасибо, Христос! Спасибо, Христос! Аминь! Спасибо, Христос! Аминь! Спасибо, Христос! Аминь! Спасибо, Христос! Продолжение следует...